здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики рад новой встречи с вами не забывайте ставить лайки подписывайся на мой канал как можно больше людей узнала правду хочу отметить что поступает большое количество вопросов и администратор канала предложил мне возродить рубрику ответы на вопросы для того чтобы можно было иметь обратную связь и сообщаться с вами уважаемые подписчики и мои друзья сегодня я хочу ответить на неоднократно задаваемый вопрос канале что осталось театром созданием театра юного зрителя и почему на месте старого сгоревшего здания театра юного зрителя я хочу подчеркнуть что в конечном итоге называлась кинотеатр повторного фильма почему на месте этого здания появилась многоэтажка высотка которые отдельные мои друзья назвали просто муравейником бывшее здание театра юного зрителя имела свою историю как министерство культуры отвечая на запросы акимата города алматы когда министерство приступит к восстановлению данного здания поскольку здание находилось на балансе министерства культуры казахской сср она отвечала что это здание находится является памятником архитектуры республиканского значения и сегодня министерство принимает соответствующие меры для того чтобы восстановить это здание в казахстане в то время уделялось большое внимание развитию театральной деятельности достаточно сказать что еще в три четвертом году было принято решение о создании театра оперы и балета в алматы а 7 ноября 1941 года вы понимаете что тогда уже началась война было в алматы открыто здание для театра оперы и балета несмотря на ту лихую годину которая обрушилась на нашу страну хочется отметить что в первые годы войны первый год войны в город алматы столица казахской сср приехала более 400 работников киностудии мосфильм ленфильм сценарной студии студии кинохроники в гика в сорок втором году в алматы приехала к своим друзьям и коллегам наталья сац который суждено стать основательницей театра юного зрителя в столице казахстана городе алматы наталья сац являлась народной артисткой сср герой социалистического труда лауреат государственной премии ленинской премии премии совета министров сср то есть очень известная театральный деятель режиссер первые в мире женщин режиссер которая прославилась во многих странах мира основатель руководитель шести детских театров первые в мире драматические театра для детей и театр музыкальный для детей и юношества в тридцать седьмом году она была арестована как член семьи измельника родины измельника считали его ее мужа наркома внешней торговли который был в 38 году расстрелян а наталья сац была отправлена в лагере пять лет провела в лагере и в 42 году когда ее освободили из лагеря но запретили въезжать в москву она поехала к своим друзьям в алмату для того чтобы можно было вместе с ними продолжать ту деятельность которую она вела до этого в москве и при полной поддержке без лишней скромности могу сказать выдающийся человека двадцатого века жумабая шахметова в то время занимавшего пост второго секретарской компартии казахстана по инициативе натальи сац в сорок четвертом году несмотря на продолжающуюся войну было принято постановление о передаче еще не существующему тюзу здание кинотеатра алатау который распродалась на перекрестке улицы сталина и улицы калинина это театру юного зрителя почти целый год здание кинотеатра приспосабили для функционирования театра и 7 ноября опять же 7 ноября тогда принято было так к праздникам великой октябрьской революции вершить какие-то события важные и вот 7 ноября 1945 года было проведено открытие начал функционировать театр юного зрителя в городе алматы здание театра находилась на балансе министерства культуры казахской сссер 1989 году после длительной эксплуатации здания но было выведено в капитальный ремонт его 29 июля 1989 года как видим это произошло еще в стране советов здание начался пожар получив сообщение о том что горит здание театра юного зрителя я тогда занимал пост второго секретаря городского комитета партии города алматы я выехал на место происшествия улица калинина была перекрыта на месте находился уже министр внутренних дел григорий князев который отдавал распоряжение своим помощником заместителям по встрече размещению пожарных расчетов для тушения пожара пожар очень быстро распространялся огонь и уже через какое-то время все здание театра было охвачено огнем пожарные приступили к тушению не было необходимости там просто отвлекать людей я просто поинтересовался каков уровень пожара какая категория пожара несколько будет самый высокий уровень я обратил внимание на то что колонны находящиеся на фасаде здания вдруг начали гореть и странно каменные колонны вдруг горят подумал наверное краска с годами которые красили колонны обгорает но когда пожарные начали значит стучать по этим колоннам я видел как начали эти колонны разваливаться и было понятно что это была обыкновенная бутафории из деревянных досок были сколочены эти колонны которые были покрашены смотрелись как каменные колонны оказалась некая бутафория пожарные очень долго тушили пожар народе говорили в то время что три дня и две ночи пожарным пришлось тушить пожарную в конечном итоге пожарные справились свои задачи и после этого начался длительный процесс выяснения отношений между городом алматы министерством культуры казахской с город алматы представляли аким заманбек нуркадилов затем после него был шалбай кулмаханов которые требовали восстановления здания министерство находила все новое и новая причина невозможность восстановления зданий театра тогда и было принято решение города алматы сносе останков здания и сарая я извиняюсь так называю так оно и было ангар такой под названием кинотеатр повторного фильма который работал без отопления там были просто цементные полы ничего больше там не было и после того как было несколько преступлений совершил на этом месте сгоревшего театра было принято решение о демонтаже оставшихся конструкций чтобы как-то облагородить территории было принято решение об озеленении данной территории в город алматы я вернулся в июне месяце 1997 года с должности министра энергетики угольной промышленности и при очередном утверждении генерального плана города алматы строительство развития города алматы а генеральный план города алматы утверждался в правительством при разработке планно-детальной планировки данного участка главное управление архитектурой строительства предусмотрела строительство бизнес-центра в рамках сложившейся застройки гостиница алматы гастроном юбилейный и естественно было принято решение о строительстве этого бизнес-центра победителем была объявлена компания которая предложила построить на этом месте бизнес-центр размещение на цокольном этаже на первых этажах продовольственного магазина по продаже продовольственных товаров как по примеру рамстора и естественно эта компания которая представила свои предложения была объявлена победителем по застройке данного участка компания уверенно заявила что деньги уже в банке предусмотрены осталось для обеспечения возврата вложенных средств найти арендаторов по истечении положенного времени освоение участка главу ак и газ газ как главный архитектурно-строительный контроль в городе алматы потребовали застройщика объяснений почему он начинает строить данный объект то есть бизнес-центр с торговым центром архитектура получил ответ компании что в настоящее время не может приступить к строительству объекта так как якорный арендатор отказался участвовать строительстве и аренде помещений которые он заявлял этой компании как главный аренда естественно компания не получив подтверждение того что все деньги будут возвращены за счет арендной платы она отказалась строительстве данного объекта а дальше как и положено по закону собственника до земли по всей вероятности перепродал я так полагаю что он перепродал данный земельный участок и наверняка главное управление архитектуры градостроительства города алматы согласовала строительство данного объекта на этом участке давали с главным управление архитектуры градостроительства противном случае главный архитектурно-строительный контроль департамент никогда бы не согласовал начало строительства данного объекта Этот объект появился на основе действий, подчеркиваю, законных действий архитектуры градостроительства и ГАСКО, и компаний, которые представили свои данные на строительство данного объекта. Но в данной ситуации это уже состоявшийся факт, построено здание, и никто его, конечно, сосить не будет. Вот такая ситуация, дорогие мои друзья, уважаемые подписчики. Долгая и длительная тяжба между Акиматом города Алма-Аты и Министерством культуры, сначала Казахской СР, а затем Республики Казахстан, завершилась строительством данного объекта. Спасибо вам, до новой встречи в эфире, всего вам доброго.